Северодонецк. Административный центр Луганской области. Практически с первых дней объявленной войны оказался в эпицентре событий. Российские наёмники обстреливают город ежедневно. Неуютно, тяжело, ничего не хочется, настроение вообще никакого нет. Ведём подвальный образ жизни. Строго в подвале. Зашли, вышли. Небольшой котелок на костре возле подъезда – это все условия, которые нынче доступны большей части северодончан. Практически полгорода осталось без коммуникаций. Привет, дорогой. Привет. Привет, дорогой. Я не трус. Я боюсь. Ничего не боюсь. А почему не уезжаете, допустим? Рядом с домом. Новокосово на автобусах шесть. Пенсии нет у февральской. Мартовской нет пенсии. Апрельская уже должна быть. Было такое, что голодали. Когда война началась, неделю, наверное, или две, да? Да, да. Было. На одной картошке. Пока, да, бегали под острелами на ледовый. За гуманитаркой, потому что дочь попала под обсел, лежала вот там. Пока мы общаемся с местными жителями, на околице слышится грохот. Нас ведут в подвал. Граби, граби, граби. До войны здесь хранили закрутки, а сейчас пытаются сохранить свои жизни. В подвале темно, сыро и холодно. Кровать у нас. Вон, кровати. Вон. Вон дальше к нам приходят на лодку. Вот. А что? Главное... А там, за домом, снаряд рода. Греем вот тут. Одна, там. Масло, да, под сон. Чай вот ставим. Чай-то греете, да? Да. Татьяна, ну вот ты сколько времени вы так уже живете? Месяц и три дня. Считаете, каждый день, да? Да, да. Месяц и три дня, и это... И 17 дней в квартире были. А что заставило спуститься в подвал? Ну, уже совсем как уже ударилось. Ну, мы вот это ж... Обстрелы, начали? Обстрелы сильные вообще. Уже по стенам. Ну, короче, все там дома. Трусилось, дверь перекосилась. В общем, ну, страсть. Все повылетало, два осколка в квартире. В начале апреля в этом подвале проживало до полусотни север Дончан. Сейчас осталось несколько человек. Женщины наотрез отказываются ехать и хотят первыми оценить спокойные тихие дни в родном городе. Пока ждем уже, что будет. У нас нет ни связи, ничего уже давным-давно. У нас нет информации вообще. Никакой. Местная власть активно призывает людей эвакуироваться, ведь ситуация может измениться в любую минуту. Пока что эвакуационные рейсы курсируют ежедневно. Несколько тысяч жителей Кременной не успели выехать, а теперь стали заложниками россиян, как и остальные люди, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса. Четверих жителей, пытавшихся выехать самостоятельно, 18 апреля расстреляли российские наемники. Поэтому необходимо позаботиться о себе и близких и не терять возможности перебраться в более спокойные регионы. Анастасия Волкова, специальная информационная марафона «Фридум» телеканала «Юэй». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова